девочки мальчики всем огромный привет сейчас с вами едем в новый люкс салон что в нем примечательно он расположен в шаговой доступности от кремля ценник там тоже зашкаливает макияж вечерний стоит больше чем 8000 рублей никаких скидок на первое посещение нет называется он вера шубич расположен тоже в каком-то очень дорогом классном отеле практически на красной площади в общем все располагает к максимально завышенным ожиданиям надеюсь не разочаруемся так ну что ребят мы приехали вот это собственно часть красной площади кремля видите красное здание впереди и вот здесь гостиница которая называется ритц карлтон и вот собственно главный вход самое интересное что я сюда приехала на такси и подошли сотрудники я не знаю как они называются в белых перчатках вон они стоят и открыли дверь такси помогли мне выйти я думаю мне уже нравится вот собственно я я там уже когда заходил практически расстелилась на входе на дому наших приключений было бы скучно наверно так заходим на минус первый этаж нам нужно вот собственно зона спа вот сон красоты вера шубич но все конечно очень красиво прям много пространства ничего не налеплено слишком близко так на вот сам салончик сейчас посмотрим что здесь не гомотил так мило прям на входе лежит и такая знаете старенькая здравствуйте я на макияж записалась что мне сказали ожидать и предложили сделать чай а есть даже вариант выбрать конфету без сахара очень вкусная конфетка была вкусная да есть еще в темном шоколаде хотите атака же есть а в какая вкусно а есть еще в темном ну давайте спасибо в общем когда я пришла без жизни не узнала и у меня сегодня супервизучий день мало того что я на входе почти расстелилась ящик и камеру нажала не тогда когда нужно запись не включилась или лежит на зону горе под пришли про нас гадость и снимают в общем я сказала что точнее у владелица можно ли вести съемки машине по всему да и мы пойдем в веб-зал да в общем я попросила так как здесь громко музыка играет можно ли пойти в другое помещение где тихо но у них есть веб-зал и согласились меня туда отвезти а вас можно снимать если у вас и не надо хорошо какой у нас запрос а есть блёсточки попросила ее не снимать поэтому пока ее нет покажу вам как выглядит веб-комната в общем здесь все основное оборудование для того чтобы и мог сделать волосы чтобы собрать человека который не хочет публичности кисточки и там кейс а что значит коммерческий макияж у вас коммерческий макияж у которую вы можете вот на каждый день а если я вот такое могу каждый день не востребовано это лишь на торгово цвет волос мнения про вот этот макияж хотите максимально ярко что хотите смотрите я вот предложила вот этот блестка на вас блесток никаких нет блестки но вот чтобы такой был эффект понятно что там подсвечено все сияет так ну что в итоге давайте цвета ваши посмотрим и найдем фотку вот именно если есть цветные какие-нибудь фиолетовые есть вам комментики нравится у вас по моему все версии зеленый оранжевый а что-нибудь розовенькое такое полетка не могу ярко-розовый искать в другом месте да то есть у меня отдельно косметика которая пользуется очень редко принесете посмотрим что там в общем я хотела сделать самый наш макияж и который мы балуемся в последнее время но мастера нет блесток либо в целом нет желания делать что-то такое необычное и она настаивает на коммерческом макияже но надо сказать что косметика я как уже вижу люксовая то есть тут у нас диор там ламер ну давайте чтобы максимально похоже было а что с бровями то? ну в смысле у нее широкие брови сами в себе и с ламинированием или с чем-то ну делаем максимально похоже хорошо понятно что разные лица немного по-разному будут а стрелку почему вы не хотите такую сделать как на образце? ну потому что там другое совсем лицо мне кажется она очень красивая будет такая стрелка? такая стрелка, да так а это что? мицеллярная водичка у вас не было на лице косметики? нет тоник только этот сиворотка это мы смываем мицеллярку обычная водичка надо, да? обычная, да а у вас нормально что на вечерин макияж чай закладывают? ну да нормально? хватает обычно? если какой-то вот сложный макияж то конечно лучше 1 час 15 иногда мы совмещаем макияж и укладку ну вот в моем случае я получается на вечерний записалась приехала вовремя даже немножко раньше а из-за того что там созвоны какие-то были еще что там? ну да конечно нам же надо было согласовать с нашим руководством наш приход потому что понимаем что вы не просто клиент если вы просто клиент приходит у нас часа времени достаточно то есть минут 5-10 обговорить все просто получается вот если я бы хотела какой-то более сложный макияж мне надо это прям проговорить что он будет какой-то яркий чтобы нет вы просто можете сказать оставьте побольше времени у нас очень неординарная ситуация это увлажняющий крем? да когда клиент ко мне ходит регулярно часто там на какие-то макияжи дневные то мы можем и за 20 минут сделать но получается если малейший форс-мажор уже можете не уложиться да? ну вот как в моем случае если потребовалось согласование уже времени остается сколько там 45 минут ну да просто видите так совпало уже следующая запись у нас 4 мы начинаем класс основные палетки вот эти да в работе анастасия и худобьюти можно не попасть четко в оттенок который там а почему вы когда увидели меня не обрадовались? потому что я буквально недавно смотрела ваши ролики про Томина что ли я посмотрела там не где девушка была с ребенком где он ребенок и все кричал там вы просто сказали что я потом про вас гадость каким-то расскажу ну у нас все равно все ролики со Стёбом понятно в любом случае там но объективные же у меня и не всегда но в любом случае зрители же видят это ну шоу программа у нас чуть-чуть салон серьезно заточен на другую публику не на ту которая вас смотрит на какой заточен? серьезные люди тут они не смеются? смеются но у вас приятно смотрят камера не может передать макияж вы же понимаете все равно красивый макияж снимает профессиональная камера тем более когда такой запрос вы показываете картинку совсем другого человека идеально повторить все равно даже один и тот же макияж на одном и том же лице может выглядеть абсолютно по-разному ну да как-то связи с тем что гадость не буду говорить не 3d принтер потому что если вы покажете картинку допустим своего лица с моим макияжем и картинку запроса вашего оно может не совпадать из этого нужно сказать что салон у нас не подобающий это блестки да? вот эти перламутры а у нас на образце были они? да конечно там такой сияние какой берем? из худобьюти да? ну это перламутр больше вот видите вот здесь блестки здесь конечно очень много ресниц у меня таких нету ресниц длинных таких нет? длинных и розовых видите здесь розовые а мы уже закончили глаза? нет еще сейчас может тогда в конце один раз а то там тереть и потом больно прям ну ничего страшного а ну да чисто тактильно не очень приятно потому что ватный диск он же шершавый все равно и под глазами не очень мягенько ощущается некс черный да гелевый только когда стрелочку будем рисовать лучше не снимают и я в сторонку отведу а мне будет мешать это? или вниз ну чтобы он не стеснял движение сделаем максимально похожую хорошо? так не похожа еще нет? маловато что же смотреть? потому что необычная стрелка но у модели она очень красиво выглядит да мне кажется да классный макияж все вместе стрелка она конечно экстравагантная но в конечном счете это такая немножко анимешно смотрится мне нравится на сколке какая 35 плюс а немножко макияжа я делала а там как будто она чуть-чуть выше идет нет? в смысле длиннее? и как будто она большая к бровке нет? ну чтоб похоже было теперь вторую да? можем уставить одну красиво будет? красиво давай а вторую в другую сторону а вторую в другом месте сделать закрутить изгиб вниз а веснушки никогда не нарисовать? я боюсь что мы просто испортим у них там скорее всего этот тату знаете как переводки переводилки нам же еще надо мега ресницы такие наклеить да? ресницы у вас входят в стоимость? отдельно? а можно уточнить? что я бюджет рассчитывала а какой стоимость? мне 8 назвали 8800 туда входят ресницы для макияж сама мне спросить или возьмите? да, все хорошо рассчитались то есть это стоимость какая получается итоговая? я вам под видео слышу 8800 8800? это с ресничками? а если без ресничек? тогда тысяча ресничек а 7800? 7800? а д макияж? тысяча тысяча? да это сюда входит тоже? нет, д макияж отдельно, ресницы отдельно то есть 7800 это без до макияжа? а без до макияжа уже без до макияжа? да если без до макияжа то 6800? да а если у меня не было до макияжа? ну вам не снимали ничего? не чистили лицо? ну я без косметики ну там ничего не делали ну значит не будет до макияжа спасибо спасибо а у меня был до макияж или нет? до макияж у меня было или нет? да тысяча рублей до макияж? а я же без макияжа пришла? ну то что мы умываем лицо, мы носим крем ты есть, да? до макияж а если без косметики я все равно до макияж дополнительно? конечно мы все равно очищаем лицо тоником вот это что протерли? а почему не уточняете нужно ли это за дополнительную стоимость? ну если вот клиент с чистым лицом приходит а как он может с чистым лицом? ну без макияжа я все равно пришла и как бы получается это дополнительная услуга которая не оговаривается но она стоит тысячу рублей, правильно? но в любом случае перед нанесением крема увлажняющего перед макияжем надо лицо очистить но есть же разница вот если бы я при полном макияже пришла и мне там ресницы все это снимать, тушь например оставлять и это макияж и когда я с голым лицом протереть 2 секунды тоником вот почему не уточняйте уточнять у вас надо ли? ну да уточнять у клиента это же дополнительная услуга которая стоит денег по идее все услуги проговариваются если они платные но нужно ли оказать? да хорошо вы мне рекомендации даете просто? нет в моем случае получается то что у меня лицо протерли тоником это будет считать как до макияжа да? хотя я пришла без макияжа мы можем вам его не считать да? вы про это хотите сказать? ну на мой взгляд это не до макияж до макияж это когда человек приходит с полным макияжем нужно потратить время чтобы все это растворить снять а если без макияжа клиент ну какой то до макияж вам администратор посчитала да? сумму сразу? я сейчас уточнила она мне сказала с учетом до макияжа и ресницы она не знает что мы будем все равно а конечная стоимость пишется по-моему да я прошу сейчас же у вас спросила мы делали до макияж вы говорите да и это считается как до макияж вообще считается это до макияж да даже без макияжа если клиент приходит конечно я нанесу крем это же не пункт с увлажнением кожи это пункт до макияжа там же не прописано увлажнение кожи сыворотка тысяча рублей макияж подразумевает снятие макияжа снятие макияжа подразумевает нет? вот на поболтать у меня времени точно не будет то что у меня сейчас через 15 минут это не поболтать я просто вопрос что мне дополнительно обмачивать что касается стойкости решается в самый последний момент идем на кассу и я записываю в карточку то что мы делали да ну вот просто сейчас я вас уточнила до макияжа хорошо мы можем продолжить но я вас и не останавливала ну просто разговаривать и работать сложно ну это же относится к процессу теоретически невозможно просто я удивилась обычно ну вот в нескольких салонах последних я была там везде есть пункт до макияж но мне его ни разу не считали то есть везде очищают кожу там чем нибудь можно я снимаю что за продукт поправим спасибо наносят крем но это как подготовка кожи к макияжу а до макияж там тоже в районе 1000 рублей обычно стоит но это для тех кто приходит с полным мейкапом с тушью и нужно потратить время чтобы все это снять давайте тогда ресницы не будем клеить хорошо ну у вас не получится тогда такой эффект как на картинке ну как получится то будет если как получится вы потом так и снимите что ничего не получилось почему это зрители видят и так ну конечно будет другой эффект абсолютно без ресниц это другой макияж ну там мне кажется основное это без ножки в том числе это вам так кажется и то что ресницы может быть розовая тоже и то что они длинные у нас к велю вас длинных розовых нету то есть немножко будет эффект отличаться но с учетом что у нас 15 минут осталось очень мало и то что это дополнительная стоимость ну давайте посмотрим сейчас по ходу дела тогда потому что лучше это время на веснушки потратить нет веснушки я точно вам делать не буду не больше? нет даже не попробуйте раз на это время еще мне немножко кажется что стрелки разные то есть это чуть-чуть ниже а это выше потом дезервис скажет что я про него говорю гадости хотя я просто пытаюсь рассмотреть происходящее внимательно так основа у меня единственная проблема у меня единственная проблема что очень часто делают темнее лицо то есть ну пытаются я не знаю под лицо под лицо а не под шею и в итоге потом лицо темнеет и желтее что важно еще уговаривать какой будет наряд в чем вы будете открытая или зона декольте как правильно делаем макияж потом тонируем еще шею и зона декольте в общем у нас клиенты любят приходить уже сюда с нарядом вечером естественно делать макияж переодеваться я не пойму что-то у нас скаталась на праймер видимо да? нет праймер вообще не скатывается ну не кожа же крем может быть может тут крем плюс праймер иногда если крем увлажняющий гелевый такой силиконистый бывает а как это на макияж влияет что клиенты тут переодеваются ну я потому что мы уже потом можем оценить оба за целом и как раз поработать с шеей и зоной декольте может смоем мицеллярку? а тоником не пользуетесь? нет есть и тоником да чтоб мицеллярку смывать? нет тоником дополнительный уход так это тот же праймер? да мы нанесем сразу праймер сколько у нас времени осталось? 5 минут может вы еще раз придете? на дубль 2 на дубль 2 на дубль 2 за мной снимите у меня такой прекрасный этот коллега эффектный армянин двухметровый рост и скульптор вам то надо контент для них макияж макияж тоже всем интересный нет вам нужен контент на меня смотрят визажисты и они прям обращают внимание вас не смотрят визажисты вас смотрят как раз молодые девчонки которые к нам точно никогда не придут почему? если вы хотите контент если вы интересный то конечно это надо заранее уговаривать что вы придете будете снимать фильм я просто заранее уговариваю что произойдет такое а чего не произойдет если опросы пришли нет во всяком случае я подготовлю косметику специально для вас потому что то что вы предложили у нас не востребовано такой макияж у нас и так все в соседнем кабинете с такими стрелками это определено да я поняла мы что-то не делали вы сказали что театральный макияж делать не будете я вот выбрала такой розовый тени со стрелкой стрелки стрелки как бы вы могли подготовиться если даже я предупредила хотя бы время рассчитать ну если бы я знала что у вас час закладывается на вечерний макияж я бы конечно а сколько обычно закладываете? ну как минимум полтора обычно но с учетом даже просто малейшего дополнительного какого-то события но в моем случае вывод с руководством 15 минут сорвали ну конечно ну вот и все получается мы нарисовались понимаете что это нестандартная ситуация когда ну я вот куда могу знать я записалась на вечерний макияж и по сути у нас остается там 2 минуты и мы не так чтобы до середины нашли вам надо снять интересный ролик макияж входит в интересный ролик эмоции ну большая часть ролика это просто макияж ну на камеру так не снимешь никакого там то как вы снимаете макияж чуть искаженный даже любой чуть-чуть искаженный даже любой самый красивый макияж можно снять под таким ракурсом ну очень красиво ну вот я просто снимаю я же не специально как-то снимаю некрасиво вот у меня перед собой камера я смотрю в нее и все в жизни это будет выглядеть совсем иначе вспомните ужасный ракурс вы снимаете это же просто ужасный почему? ну потому что ужасно а что значит ужасный ракурс? ну потому что вы так приближаете ну чтоб видно было ну некрасиво еще макияж не закончил вы показываете грязную работу ну это ж не то что я показала и видео закончилось все увидят потом что получится конечно я же еще снимаю выводы когда уже все закончили так что это просто этап формирования макияжа это как это снимают пластическую операцию тоже снимают процесс потом после операции да и потом конечный результат наверное всем хочется видеть а кому не хочется я не смотрю такую водичку дают входит она что у нас интересно нет отдельно серьезно? еще 3000 не нравится вам? стрелки такие нет не нравятся вообще почему? некрасиво потому что мне не нравится форма не нравится длина их не нравится слишком длинная главное же чтоб клиенту нравилось да? но в нашем случае чтоб максимально на фотографию была похожа вам нравится? пока я еще не понимаю еще у меня лицо не накрашено очень сложно я все равно все белое они уже не такие почему они такие? ну потому что здесь другой глаз другая форма здесь у нее видите какой век ее форма уже такие хотите можете подождать мне на него 15 или завтра приходите мы завтра все сделаем ну смысл правда что за что за это во-первых мне не нравится что у нас получилось абсолютно если я подожду но 15 это или больше 15 минут я не знала как хотите ну мне не нравится вообще это все смывать надо? все смойте все заново сейчас? ну как бы предложите просто если я буду ждать последующего клиента вам же вряд ли прям понравится после этого не ну во всех в случае мы доработаем я хотела бы подотру эти стрелки конечно совсем другая форма глаза не надо было мне соглашаться на этот макияж все вам то все равно какой делать вам выбрать посложнее мне кажется там стрелка розовый цвет ну какая это стрелка к виску не будешь а сейчас сколько время 10 минут давайте в другой раз тогда придете завтра идите завтра не смогу а если бы не следующий клиент вы бы закончили конечно так вы будете стирать или нет конечно очень много времени уходит на разговоры если поговорить то это разговаривать снимать я планировала где-то максимум в 5-5 не успеем то есть я закладывала 2 часа на макияж с 3 до 5 сейчас уже 15 минут 5 мне еще ждать следующего клиента вот успеем мы за остаток времени окончательно мы не сможем сделать вот такой проработанный макияж как здесь просто если не сделаем то смысл мне ждать еще получается час ну тогда вы ничего не выкладываете правильно на мое усмотрение нет давайте мы договаримся чтобы ничего вы снимаете мой разговор то есть вы снимаете все что я говорю да конечно я свое лицо снимаю на процедуре макияж но если я буду выкладывать соответственно с вашим открытым приглашением повторить макияж еще раз мне есть такие эпизоды где я что-то не получается меня повторно приглашают но не получается почему почему потому что нам не хватило времени не по моей жизни не потому что я опоздала еще что-то я пришла вовремя сколько времени заложили на мой макияж это уже не моя ответственность правильно макияж вы тоже утвердили ну плюс вот эти созвоны все меня согласовать в то же время вы останетесь мы продолжим мне просто в пять уходить надо мы успеем мы постараемся мы просто мы очень много разговариваем если бы поменьше бы разговаривали то у нас бы быстрее все получалось пожалуйста давайте не разговаривать я значит ожидала да так ребят я зашла в туалет мне нужно ждать пока обслужат следующего клиента который после меня мастер хотела меня отпустить чтобы я пришла в другой день она наставит на завтра потому что завтра будет другой визажист как я поняла но в принципе я уже честно говоря была готова согласиться потому что реально прошло больше часа мы накрасили ну вот вот то что вы видите и она хочет все переделывать то есть еще здесь приличном времени оставаться плюс ждать пока уйдет человек который уже был записан после меня но у меня как бы еще планы за 9000 провести здесь полдня чтобы сделать этот макияж который буду там стирать потом пробовать заново не очень хочется но она все таки настояла чтобы я ее дождалась потому что вот в таком виде она ролик видеть не хочет но в принципе я ее понимаю что это конечно будет странно выглядеть ей хочется уже максимально показать то что она умеет хотя бы там в эти два часа которые я заложу на этот макияж давайте посмотрим что у нас тут в туалете есть о! вот видите туалетная вода как приятно даже здесь кстати есть еще вот видите ну так брызнула ну как бы ну будем считать что я на себя в общем это очень классно мне прям супер нравится когда есть какие-то ароматы и ты можешь вкусно пахнет особенно чем-нибудь новеньким здесь салфетки посмотрите несколько видов тоже круто это скорее всего шкатулка в которой даже средства гигиены есть потрясающе классно можно немножко пополнить но в целом в наличии это супер крем для рук какой-то хороший судя по всему а жидкое мыло тоже класс ну в общем все основное в наличии вы по макияжу хотите просто цены посмотреть какие у вас можно у нас есть прайс просто он сейчас не оформлен не оформлен ну ничего цены там же есть да цены вы можно его развернуть да снять цены на макияж ну просто это что на сайте есть информация сколько что стоит карточки салона то есть это открытая информация ну можно снять тогда в салоне нельзя снимать ну вот я обычно снимаю обстановку да к ремонту клиента не буду снимать а что что я клиентов не буду снимать но я если людей не буду снимать серьезных ваших и наших серьезных вообще вы говорите к нам ходят серьезные люди но я думаю это них никакого удара по репутации не нанесет что они ходят салон красный но их во-первых тут не еду и я их не буду снимать да я не буду снимать я не буду снимать да да я не буду снимать те кто не хочет хорошо да но так можно тогда так меня тут оставили наедине с косметикой везу жест ушла и принесли чай на этот раз две конфетки я заслужила а начиналось с одной мне нравится эта тенденция и я попросила распечатать расценки на макияж смотрим прикольно что утренний макияж и вечерний стоят одинаково ну в общем если делать его без ресниц и учитывать де макияж который на мой взгляд все таки мне не делали то стоимость будет 6 800 то есть я не разрешаю чтобы вы выкладывали вообще хоть где-то мое присутствие у меня с вас не снимала вы помните да вы снимали наш разговор я присутствовала с юристами мужа вы не имеете права без моего разрешения я не разрешаю что именно не разрешаю я не разрешаю чтобы вы выкладывали меня куда-то в соцсети я буду оказывать вам услугу но с выключенной камеры нет я хочу снять свой макияж ну тогда вы не имеете права меня выкладывать договорились я так вам на встречу пошла жду вашего клиента лишнее время я не боюсь согласия выкладывать себя в соцсети но оно не нужно в общественном месте можно снимать не спрашиваю в саму красоты общественном месте вы должны спросить меня я заранее вам говорю что я против того чтобы вы выкладывали я поняла хорошо выключайте камеру я уже сколько снимаю вы камеру выключайте я вас ждала вы сказали что мы продолжим нет? обалдеть я представьте пошла на встречу чтобы мне выкладывать типа незаконченный результат сидела ждала когда все закончится и мне говорят что теперь продолжать не будут потрясающе честно говоря это выглядит немного как угроза когда ты ну один типа в каком-то маленьком помещении все такое происходит непонятно да вы сейчас не хотите продолжить? нет она хочет продолжать вы камеру выключите пожалуйста я не буду выключать я сразу сказала что я для блога изначально вы у нас записаны как клиент но я пришла она меня узнала она пришла звонить руководство это не важно у нас много кого мы узнаем но это не значит что процесс работы снимается на камеру я изначально сказала я ждала ее согласования с руководством можно ли съемку я у нее спросила разрешили снимать? она сказала да и я на этих условиях устала смотрите вы можете снимать до и после я для блога снимаю весь макияж смотрите мы вас обслуживаем как клиента у нас сейчас я не знаю как вы меня обслуживаете у нас будут прийти клиенты мы не можем на весь день вам посвятить у нас есть свои документы я бы ушла раньше но у вас 40 минут для меня оставили почему 40 минут час? 15 минут мастер звонила руководству что это уточняло я ждала я не знаю что уточняла мы приступили к макияжу было 3.15 мы сейчас с вами продолжаем мы же сейчас с вами продолжаем работать да но мне пришлось ждать другого человека изначально когда к макияжу приступали она сказала сама мастер что я веду блог я буду снимать ей нужно уточнить этот момент с руководством я подождала она сказала разрешили мне начали делать макияж сейчас говорите что на середине процесса мне нужно все выключить вы камеру можете выключить снять их до и после но сняли до после мне не нужно вашего разрешения верно? я снимаю вина как сделать макияж в конкретном месте весь процесс я же уточню Наташину по-моему вы что-то перепутали я перепутала я перепутала макияж не получился это же не моя вина вы получается через угрозу сейчас мне угрожаете во-первых было мало времени это моя вина что мало времени я записалась на вечерний макияж ну понятно вы искали макияж только сколько времени я не искала макияж я вам сразу показала фотографии нет не сразу сразу показала вы показали одни блестки в любом случае на меня оставалось 45 минут хотите закончить макияж я хочу закончить но я снимала макияж для Бога это сразу было озвучено что я для этого вы знаете я не знаю может быть неправильно что-то было понято озвучено вы много о чем говорите да и мы это пропускаем поэтому сейчас на данный момент вот такая ситуация давайте закончим макияж но я имею право снимать мне не нужно ничего разрешения я снимала вы не имеете право в общественном месте если я у вас вообще в кадре не было поэтому был наш разговор с вами очень много разговоров было ну я ваше мнение поняла хорошо но согласно закону я могу выложить в общественном месте на услуги без моего голоса нет конечно без моего голоса ну зачем буду потом судиться хорошо хорошо без камеры вы макияж заканчивать не будете да без камеры буду хорошо давайте я тогда смою и пойду просто мне можно было тогда не ждать зачем я вас ждала вы сказали сейчас примите клиента я подожду я вас ждала все закончится у вас есть ли у вас какая задача сделать макияж я делаю я снимаю макияж для блога снять контент я снимаю макияж в разных местах дорогих на данном макии скандальный скандал скандал или не скандал зависит от обстановки конечно если начнут люди себя вести скандально получается скандальный контент если все доброжелательно и вежливо нет куда скандалы взяться мы просто делаем макияж все пишут как рамила та и я иду домой можете посмотреть я смотрел вот предыдущих несколько могут даже название сказать посмотрите в хороших салонов как это происходит в общем что сейчас меня просто я изначально сказала что я буду снимать мы можем закончить еще не я швы не снять я закончила хорошо не мне я снимаю если я с условием что я снимаю какие варианты развития событий что что конкретно я столько свое лицо снимаю во время услуги которые прячут при этом и бесконечно разговариваете хорошо тогда вы снимаете разговорами нет если вы как бы хотите спросить этого камеру включать и все иной и дальше снимайте процесс как красит мастер только без мастера что спросить если по услуги спрашиваю там что на меня наносит почему нужно камеру выключить я же не спрашиваю про личную жизнь я спрашиваю о продуктам которые на меня наносят исключительно все никаких лишних вопросов вообще про время что мне спрашиваю на нашем салоне вы отказались я пошла домой вы же несколько отклонили этот вы макияж утвердили сейчас я еще вынуждена проходить через такую ситуацию на мне весь ваш салон смотрит ждать лишнее время чувствовать себя виноватой вы не угрожаете юрист мисс тес конечно я сама без процесса и сейчас непосредственно снимаем там мы делаем я не знаю вы снимаете я что мы делаем да я имею право в общественном месте себя снимать и кому не спрашиваю я говорю окей я снимаю как это происходит вы снимаете себя себя конечно я мастер я не снимала ее в кадре не может задать вопросы про продукт ну конечно я так и делала садитесь мастер согласна я уже боюсь там находите меня с камерами вы не будете с камерой это делать даже если я только себя снимаю не будет а зачем мне сказали ждать вас так вот мне нужно идти таким лицом вообще хорошо хорошо красила мне и за ресницы не накрашены не контуринг они будут вообще ничего что мы можем замах я шьем нет я могу да я сама могу я тут можно прям а я я там вот тут вот я можно а там за столиком за столиком макияж в общем сказали мне снять макияж и не разрешили это делать в общем зале если честно мне тут некомфортно находиться потому что мне ощущение что не могут закрыть я тогда не буду снимать мне там уже некомфортно но все да больше мы друг друга ничего предложить не можно без камеры я же для блога снимаю макияжи в разных салонах да я помню ваш голос вы против чтобы я выкладывал хорошо да окей все можно идти до свидания так все хорошо начиналось но закончилась ним очень может присесть сделать выводы тут довольно тихо до свидания в общем со слов мастера макияж не получился этой цитата но почему-то виновата я сейчас такое отношение ко мне было потрясающе времени мало я виновата или болтала вопросы задавала тоже я виновата вот эти запреты там что меня вывели в зал и мы сами слышали вообще как бы не лакшери атмосфера прямо скажем хотя я себя вела но супер коррект и собственно вся моя вина в том что я выбрала макияж который мастер не смогла повторить хотя и тоже пошла навстречу по всем ну что ребят я добралась до безопасного места и поделюсь с вами впечатлениями как-то сложно конечно ты что-то обсуждать потому что эмоции у меня была масса я кое-как это все переварила самом деле мне с самого начала показалось что ситуация будет непростая потому что визажист ну увидеть меня на знаете в такой довольно фамильярной форме высказывалась привет вызвалась на тему того что я какие-то гадости буду рассказывать и вообще она не уверена можно ли но сможет ли она мне макияж дед но как-то это знаете все было очень так снисходительное пренебрежительно что ли после этого говорит мне нужно обсудить с руководством и вот 15 минут где-то это продолжалось потому что только через 15 минут мы приступили к макияжу все время ее не было ну и скорее всего я думаю что она пыталась руководство убедить все-таки отказаться от этой задумки и не принять меня но видимо руководство посчитала по-другому потом в процессе макияжа тоже она старалась как-то быть вежливой но все равно вот это вот не знаю как вот здесь на бизу он постоянно сквозил этот акцент на аудитории что к нам ходят вообще не такие люди как вы там все взрослые серьезные то что те кто вас смотрят никогда сюда не придут ну как-то к чему это как бы было это же никак не относится к макияжу более того когда мы выбирали да на этом отмела несколько вариантов сказала что никакие театральное она делать не будет и тоже в такой ультимативной форме что типа вот эту стрелку тоже делать не буду я еще тогда обратила внимание знаете что это так как будто ну типа мне приплачивает у себя пришла из и жизнь выбирает какой макияж мне сделать и этом еще с чем-то мириться должна но в итоге ко как мы выбрали вот этот вариант который мне показался ну не каким-то сложным со сложенца наверно было бы в стрелки но в остальном там моноцвет на подвижном веке и подведенная нижняя века то есть ничего там нет градиента каких-то оттенков там нет супер плотного глиттера который надо ну как-то наслоить и умудриться чтобы он не сполз в складке в общем достаточно интересный классный макияж который она сразу сказала что она но тоже тому простит потому что веснушки скорее всего она тоже рисовать не будет но и прочее но в итоге мы на нем остановились она его утвердила и вот вопрос чем клиент даже если он там какой-то неудобный блогер с камерой заслуживает того чтобы посреди сеанса тем более когда я считаю что я пошла на встречу ждала другого клиента пока она отпустит до чтоб только не показывать видео незаконченный вариант чтобы ее не выставлять в таком свете что но все это как бы на середине все бросили и эти послали после этого она в очень агрессивной манере заходят и вообще мне кажется очень стромно относятся все это как-то в агрессивной форме озвучиваются угрозы суда требования не выкладывать ничего где хоть как-то она присутствует даже ее голос хотя это конечно какой-то абсурд потому что я же не у нее дома я на платные услуги общественном месте и вообще снимаю себя свое лицо я шла на встречу чтобы она тоже в кадре не было но и прочее вот началось вот такое мне кажется это максимально не клиента ориентирована и более того смысл моих роликов же не в том чтобы показать прямо архи мастерство визажистов и заметили что здесь масса составляющих и макияж это всего лишь одна из них то есть мы еще рассматриваем вопросы там косметики и и стоимость уровень гигиены просто отношения всех присутствующих зале если там вкусняшки конфетки что в туалете ну и так далее там миллион факторов и очень жаль когда из-за того что в какой-то момент визажист начинает сомневаться в собственной компетенции валятся все остальные то есть вместо того чтобы как-то вежливо это разрулить опять же я иду на встречу я ее жду да я говорю руки переделывать вот я согласен чтобы она это ствола нарисовала так как ей больше нраве она начинает вот так агриться и делать виноватым клиента более того даже не смущается того чтобы устроить визнанную не называют а конечно травли но все равно знаете вот я стою вокруг меня сотрудники ну там администратора на рядом там кому-то волосы сушат и я вот как будто что-то украла вот так и себе чувствовала что меня тут вывели поставили круг позора идут потрошат мои карманы вот-вот найдут там за 15 рублей что старела жвачку вот такая история то есть ты чувствуешь себя виноватым все на тебя нападать все это на повышенных тонах с каким-то раздражением хотя вопрос что я сделала изначально они знали что блогер меня утвердили мне согласовали съемку и все такое блин и я должна через это проходить это как я более того у нас есть масса примеров когда даже неудачные макияжи даже там что-то завалено не очень похоже и прочее но когда визжусь в адеквате и он настроен это что пришить вопрос он такой ну да не получилось но вот я редко такие макияжи делая там постаралась сделать максимально из того что мне привычно или как смогла вот приблизительно я взяла к образцу да с помощью косметики которая у нас есть немножко другая форма но у вас там лицо другое ну и прочее и мы бы до милой на эту тему хихик даже если было максимально не похоже но это бы была совсем другая картина блин и как она мне сказала что ты приходишь за хайпом тебе лишь бы снять контент и на протяжении всего маяка тоже это постоянно слышала но кто его делает блин я же там не раскидываю простите косметику не веду себя неадекватно чтобы создавать скандал я сижу тихо серой мышкой и только сам визажист если начинает скандале там что-то раздувать у нас получается то что получается и чтобы этого не было достаточно просто вежливо корректно общаться и в случае каких-то недопонимания их решать по ходу пьесы все что сегодня не было сделано от слова совсем и даже в конце да когда администратор мне сказала что да вам визажист сюда делает я говорю точно уточнили вы за жизнь такая нет я не буду то есть администратор наставила чтобы закончить и она подтвердила что ничего такого нет в том чтобы я свое лицо снимала на платную услугу да конечно про то что там этот до макияж она тоже озвучила что мне включат и пыталась доказать что даже если ты с голой кожей приходишь то что тебе лицо тоником протирают это стоит 1000 рублей дополнительно это конечно по моему очень странно то есть это может быть входит в сам макияж уже в стоимость потому что какие-то расходники на вас используют но д макияж это именно какой-то грим вечерний мейк там или хотя бы тушь там какомбит стойко я не знаю нам все что-то требующее времени для того чтобы это все удалить с лица это точно был не мой случай тоже как-то доказывала что нет наоборот и я так понимаю может быть потому что реально большая часть клиентов они не запариваются это там занятые люди которые приходят на конкретные события для них плюс-минус там десятка туда-сюда обратно вообще не деньги может быть но как бы это не отменять того что если видят что пришел блогер который зарабатывает нелегким трудом то совсем не повод и втюхивать какой-нибудь дополнительную процедуру не согласовав ее хотя по закону у нас же все платные процедуры они должны быть сначала озвучены типа надо не надо только когда вы получаете подтверждение вы это делаете но в моем случае это вообще никак не пролезала и блин мы еще там полчаса спорили и она мне доказывала что она права это стоит денег на общем ребята вот такие дела я конечно сегодня прям почувствовала что понервничала несколько расстроилась это совсем не те эмоции которые хочется испытывать при походе в салон особенно когда твоя вина только в том что мастер не смогла повторить макияж который сама опередила и потом же сделать виновата вот такие вот дела пишите ваше мнение кто здесь не прав и где собака порылась обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал я каждый день там что-то выпускаю ваши ужасные какие-нибудь истории не очень приятные ожидания реальность и еще регулярно разыгрываю там классные наборы косметики все целую вас обязательно поддержите рубрику пальчиком вверх мне будет очень что-то не очень приятное и сам по-канал мне будет очень приятный дамрау алпери нутус адгат саккари Субтитры создавал DimaTorzok